Вот так работает встроенный микрофон гарнитуры Razer Chimera. Звучит так себе. Добрый день, гости и подписчики канала Домашний Обзор. Сегодня мы постараемся решить главную проблему всех владельцев гарнитур Razer. Поехали! Любой владелец гарнитуры от Razer знает, что у него плохой микрофон. Некоторые пытаются это исправить. Некоторые пытаются не обращать на это внимания. Но я уверен, что всех это просто бесит. Как и меня. Поэтому сегодня мы постараемся решить эту проблему. Сделаем небольшой апгрейд, удалим родной микрофон и впаяем вместо него любой другой. Даже самый дешевый. Поэтому кандидатами сегодня являются два микрофона ценовой категории до 250 рублей. Первый Defender MiG-109, обзор на него уже был, ссылочка сверху. Второй микрофон AceLine Amic 4. Его я нашел среди старого хлама. Разберем и впаяем каждый. Посмотрим, какой лучше. Первым разберем и впаяем Defender MiG-109. Тем более разбирается он очень легко. Всего лишь нужно наломить его около основания, как это сделал я. Потом оторвать провода от капсюля, чтобы надрезать корпус и извлечь оттуда капсюль. И да, на этом капсюле подписаны плюс и минус, чего нет даже на оригинальном Razer капсюле. Причина плохого звука у Razer это маленькие капсюли. Даже в бюджетном Defender. При том же диаметре капсюля он в два раза выше Razer. Это не мешает ему разместиться в корпусе. Он выдаст более громкий звук. Но он не будет качественнее Razer. Но зато вас могут услышать. Это мы естественно проверим в тесте. Так работает гарнитура Razer Chimera с микрофоном Defender MiG-109. Микрофон стал существенно громче, но качества лучше не стало. Я в принципе на это не рассчитывал. Потому что микрофон бюджетный. Капсюль в диаметре составляет такие же 6 мм, как и был установлен в гарнитуре Razer. Но предыдущий микрофон, а именно родной, он был очень тихий. А этот уже позволяет общаться без применения сторонних программ для увеличения громкости. Теперь разберем микрофон AceLine Amig-4. Разбирается он еще проще. Всего лишь нужно разделить корпус на две половины. Капсюль здесь просто гигантский. Он составляет в диаметре 1 см. Для моей гарнитуры это предел по размещению в корпусе. Вашей может быть все по-другому. Данный капсюль будет существенно громче Razer и Defender. И я надеюсь качественней. Сейчас мы это проверим в тесте. Итак, вот так звучит наш фаворит. AceLine Amig-4. Впаянный в гарнитуру Razer. Я даже говорю потише, потому что микрофон очень громкий. Здесь капсюль 1 см. Против 6 мм. Razer и Defender. Я думаю, я оставлю его до прихода петличек Andoer. И уже там перепаяем капсюль из петлички Andoer. Я думаю, получим более чистый звук. И вот результат того, что ставит Razer в свои гарнитуры. Непонятно только одно. Зачем они продолжают ставить такие плохие микрофоны в свои гарнитуры? Ведь весь мир жалуется на микрофоны в гарнитурах Razer. Ну а пока они продолжают это делать, мы подведем итоги. Сначала расскажу немного про свою гарнитуру. У меня Razer Chimera. Гарнитура беспроводная. Продавалась давно за 10 тысяч рублей. Сейчас ее сменила на Reultimate Wireless. Она стоит почти 20 тысяч рублей. Но имеет все такой же плохой микрофон, как и остальные гарнитуры от Razer. Я действительно не понимаю, почему Razer продолжает ставить плохие микрофоны в свои гарнитуры. Но я нашел решение просто перепаять микрофон и улучшить тем самым звук. Оба микрофона показали себя достойно в данной гарнитуре. Но я остановился на микрофоне A-Sline Amic 4. Так как мне в основном не хватало громкости. Меня постоянно просили сделать погромче микрофон. Но я не мог этого сделать, так как все регулировки были уже на максимуме. Приходилось прибегать к сторонним программам, которые усиливают звучание микрофона. И мне это в конце концов надоело. Потому что данная гарнитура подключена к дискретной звуковой карте, а не к встроенной. И если бы я ее подключил к встроенной звуковой карте, то звук был бы намного хуже. Ведь именно звуковая карта вносит огромный вклад в звучание микрофона. Поэтому советую пользоваться только дискретными звуковыми картами. Что касается процесса апгрейда микрофона. Вы можете сделать это точно так же. Взять и перепаять микрофон. А пока ставьте лайк. Жмите колокольчик, подписывайтесь на канал. Всем удачных апгрейдов. С вами был домашний обзор. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok